ой всем привет друзья с вами крис вы на канале крис пис play и у нас продолжение фарган серии как и обещаю просто раз начинаем сразу здесь на верхушке ставим римскую туховину скрижаль лишь у нас уже три а мы знаем где последний лежит но я пока не рубился как ее достать нам нужно как этого дули оттуда свои да как-то его освободить а вот к хуй его знает ключик я взял но здесь он не открывает не это не вот это я так понимаю ключик это был чисто от того чтобы выйти вместе со скрижалью из этого помещения ну и все теперь нам завершить не попасть внутрь теперь нам надо как-то договориться с этим с руфе но с руки мне не договориться мне нужно чтобы у меня день заново начался я сейчас тогда значит делаю надо какой-то грех совершить до кого-то на пиздануть или что-то кому-то сделать чтобы чтобы я мог точно блять давай час я короче этот буду угрожать малиолу и все иди начнем заново я тебя сразу телепортных руфе и погнали ну что короче мы на месте день новый руфе меня не помнит никто не помнит у него голова пустая мне нужно отдать ему этот блять не то выиграл поговорим еще так от ревматизма вот лекарства разве тебя это касается я знаю как его вылечить ешь по щепотке коры и вы и очень скоро ты придешь себя корень и вы и это сработает слава богу да наконец-то облегчение именно об этом я и просил в молитвах может боги все же меня не бросили спасибо в последнее время не было очень больно ревматизм все видящие статуи и кризис веры это было слишком я постепенно уходил сходил с ума но это прекрасно вправит мне мозги за мой должок так а да ну хорошо папа папа то это ты угрожал виргилию понятиями о чем ты такая знаю что это ты я знаю что это ты был в твоих покоях мне попалось письмо а последнее время я был сам не свой я в курсе все дело в ревматизме все начинается с постоянной боли во всех суставах а затем боль начинает сводить тебя с ума делая тебя раздражительным злым знаю что это не оправдывает мой поступок но это правда но благодаря корню и вы я постепенно становлюсь прежним а еще я говорил что за мной должок так что с этого момента я оставлю его в покое не то чтобы я собирался причинять ему вред просто вымещал злоба я сотрудит сундук со стены а ты просто сделай ведь что это вообще не было ладно ладно не вопрос вещь как сразу сколько вы решать по решали проблем у нас получается ну даже у сократился список прям до хиреществ в среднем сделали заебись победовали киргилю мы теперь помогли ему я думаю он тебе поможет нам ну а как еще он должен помочь уже не году какой-то он вниз где вергилио он запутался в бедре его на вроде и в веревке вергилии ёпта все хорошо нас пикатор давай говорим такой долгие вижу новое лицо ну да так не беспокойся насчет угроз это всего лишь руфе он никогда не причините вреда какой демон или дух сказал тебе об этом и в его доме мне попалось недописанное письмо в его в его доме я тебе удалось прокрасывая его дом рискованная затея нам повезло что тебя не заметили тебе удалось поговорить с ним об этом да и он больше тебя не побеспокоит но серьезно как тебе удалось мне удалось найти лекарство от его ревматизма который недавно который выводит из себя не усугубляет кое-какие его другие личные проблемы ох бедняга я слышал что подобный недуг может сделать с разумом человека хорошо что тебе удалось об этом узнать к твоим услугам думаю он и сам захочет стереть свои надписи правда звучит многообещающе буду поглядывать не идет ли он так ну понятно сказать вергилию что руки остального покой так папа папа я просто думал дом задание завершено я думаю что я никто не понимаю чудо ждет за кого будешь голосовать моли ол но это мы же читали ну ладно пойду сделал какое-то тупое задание нахуй это сделал перевести грешник ты катар я думал бедра и перешли просто грешники все ладно хорошо короче нашим еще находимся это дом моли ола мы его за скалы упали в бассейн поднялись у наверх заходим вот сюда в это здесь еще него мне кажется с ней разговаривал у клади как так тебя тебе нельзя здесь находиться так я знаю где-то на хранит поговорим поговорим о чем нам чтобы разговаривать почему тебя заперли в этой комнате спасибо за вопрос но мой брак тебя не касается я могу помочь тебе так расскажи себе у меня есть вопрос получше почему меня допрашивать незнакомцы взломившиеся на мою виллу у меня и так достаточно проблем с браком не хватало еще объяснять мужу почему я нахожусь не день с каким-то странным мужчиной так я могу помочь тебе так же так и порядку ты не знаешь как это выбраться также как как тебе удалось что войти перевожу пожалуйста уйди ты думаешь как что думаешь золотом правиле как обычно думаю что если ты сейчас же не уйдешь его придет ее придется нарушить тебе что-нибудь известно об исчезновении синтилы ты про соседскую красавицу конечно нет я презираю ее отца но эту малышку и пальцем бы не тронула на кажется этот и так ясно давай первое я могу помочь тебе отомстить малиолом нам интересное предложение продолжай кажется малиол не тот из за кого себя выдает там возможно не стоит судить по одежде по одежке ты умнее чем кажешься что натолкнуло тебя на такую мысль это просто загадка надеюсь мы сможем раскрыть его истинную личность вместе знаешь возможно у меня есть именно то что ты ищешь когда-то когда я была когда ему было еще не безразлично он написал мне любовь любовное письмо только он перепутал имя до назвать жену чужим именем это не такая уж редкость время хватает распутников вот только в данном случае он перепутал свое я спросила его напрямую а он засмелся и ответил что-то невнятное в конце концов я остудила пыл но вопросы до сих пор будоражит мой разум но минуточку зачем ты мне помогаешь так я хочу чтобы он отказался от участия в выборах просто мне тяжело видеть как с такой красивой женщины так плохо общают обращаются я лучше промолчу так да второй вариант ну польсти мне немножко о ну не очаровашка ли мой муж наверняка вскипел бы от бессильного гнева услышав твои слова я в восторге кажется наши интересы совпадают пожалуй узнав кто он такой на самом деле я смогу им манипулировать но сначала тебе придется оказать мне услугу что ты хочешь принеси мне вина хватит небольшой бутылочки охи только не смотри на меня так знаю твоя плебейская глава головушка не слишком сообразительно поэтому ну спрашиваю что тебя что тебе разжевать а почему ты не возьмешь его сама хотя нет у меня больше запроса зачем тебе вина позволь мне рассказать кое-что о малиоле он многого говорит о свободе вот только он не рассказывает что эта свобода лишь для мужчин я столько всего для него сделала давала ему советы на протяжении всей избирательной кампании а ему хватило наглости забереть меня здесь он сказал что отказ от алкоголя пойдет мне на пользу что не гоже даме пьянствовать а уж мы жене магистра тратать тем более я ему покажу что значит не гоже сегодня на вечеринке в честь его победы я хорошенько повеселюсь а если он снова начнет читать мне нотации я собираюсь пригрозить ему скажу что раскрою его настоящую личность перед всеми гостями быть буду ждать с нетерпением а почему ты не возьмешь его сама предлагаешь опустить тот факт что я заперта в этой комнате а до митции сторожит виллу в городе практически ничего не осталось насколько я знаю есть лишь одна маленькая бутылочка и достать ее будет непросто так у меня больше так что поможешь мне у меня уже есть вина у блять классно нужно отлично его заранее взял спасибо прикольно блять так быстро все получилось ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла четко письмо от квинкции описанием любовное письмо в которой и малеол случайно признается что его зовут квинкции от квинкции возлюбленной кладби и раньше я впадал в отчаяние от мысли что буду запер здесь до конца своих дней но потом я встретил тебя и понял что пока мы вместе я там где и должен быть никакие слова не могут выразить мою привязанность поэтому я совершу великий поступок в твою честь я стану магистратом этого города чтобы править с мудростью и силой рядом с тобой понятно взять спасибо что может ты мне наконец расскажешь кто такой этот квинкции да в принципе если верить этой грамоте императора вене рона именно он в прошлом году устроил пожар время что он он нет это как гораздо серьезнее чем я подумала я хотела обзавестись всего лишь рычагом давления они полностью его уничтожить а ну давай сюда больше никто не должен знать об этом нет пожалуйста оставить пожалуйста себе конечно забираю я сделаю себе копию я конечно забираю никто об этом не узнает нет пожалуйста себе что нет тебе удалось обмануть меня ты уже бы мелкая стеркус но это не правда но это правда правда это было намеренная закрыть намеренно и сокрытие информации Это был твой план, и тебе удалось тщательно его скрывать Да разразит тебя гром Я пойду Я проклинаю тебя, проклинаю твою жизнь, твой разум и память Подарись, молюсь, чтобы Дид утянул тебя в самые глубины подземного мира Понятно, блядь Давай еще поговорим Мне что, позвать Домиция? Порвай Понятненько, блядь, а что у тебя еще есть? Уж гулять ты гулять, да? Обычным все что есть Может, интересный найдем? Кроватка Хуйня какая-то О, динарии Две тысячи динариев Да и вкуснее Нахуя мне динариев Идем, короче, обратно к этому К Малеолу, у меня и записка теперь есть И будем сейчас его это Немножечко его этого прижимать Понимаешь? Так, блядь Сюда, сюда Эй, долбоеб Вот так Так, так тебя зовут Клинцей? Так, мы это читали, зеленый Да-да-да, блядь Судя по всему, Клинцей страдает манья величия Пока А почему я могу доказать-то? Я уже у меня записка есть Манья величия, блядь Пока я не могу доказать, что ты Но только пока И чё, блядь? Я не рубился У меня есть записка Какого хуя, блядь? Я не понимаю Игра, ты чё, охуела? Смотри Мой инвентарь Ключ Кара, блядь Эта хуйня Где записка-то? Вот, блядь, письмо от Клинцей и я И чё, блядь? А почему? Игра Ты чё, охуела? Да-ка Итак, тебя зовут Клинцей Я хочу, чтобы ты с нас с выборов Вот так Я знаю А, вот, что ты Клинцей Твоя жена показала мне твое любовное письмо А Нерон хочет твоей смерти Я... Что ж, меня наконец поймали Да, получается, ты кто? Слуга Нерона? Нет, к твоему счастью А... Так, ты не станешь меня убивать? Не убью, если ты сейчас же снимешься с выборов И освободишь всех от своих кабалы Так, не убью, если ты сейчас же снимешься с выборов Вот, от кабалы, да Ох, сколько работы и денег Если я это сделаю, ты сохранишь мне жизнь? Сохраню Молчи, блядь Будь по-твоему Мне всё равно не пристало управлять этой помойной ямой Да, Митцей передаст жрицу, что я снимаю с выборов И освободи тех двоих рабов Я сделаю по-твоему Теперь прошу, уходи из моей виллы И больше не показывайся мне на глазах Понятно, блядь Видишь как? Дохуя, мы что сделали? Пиздец, да? Уже мало осталось занятий Ладно, блядь Попиздавали Доп-задание завершить Ну-ка, подожди, посмотрим Да, блядь, совсем мало осталось Теб, мы, короче, сейчас идём к Сэнтью Или как его зовут-то там? О, мужчина, Домитцей Ну-ка, сьёвы Пока нам пизды не дали, сьёвы Так, у тебя чё, всё хорошо, нет? Гораци, гораци, нахуй Гораци, я пошёл Я его спутал с этим С Сэйсием Или с Сэйсием Или с Уссией Короче, с кем-то я его спутал Найдём к женщине Она здесь лежит Женщина Да, понятно, блядь Ля-ля-ля-ля Правила Синтилы Мы можем поговорить о Синтиле Да, давай Синтиле Пока ничего, я продолжаю расследование Я знаю, с кем она встречалась Это был Ульпин Так, теперь я понимаю, почему она так старалась никому о нём не рассказывать Скорее, найди его и спроси, что ему здесь надо Обязательно Блядь, а где этот? Где тут папаня? Он мне... Вот стоит Папаня А, не будет Наконец-то мы один Ну, да, да, да Я, Крис, мы уже обсуждали это Так, блядь, правило было нарушено Изменять, что, блядь Я не могу остановить эту катастрофу Это мы тоже уже обсуждали Я, правда, спешу Так, короче, блядь Мне нужен ключ отверхнет цистерны А, нет, дули освободи Вот чё Ты одули? Помнишь, типа, мы уже это обсуждали Я просил, он, типа, в отрицал его пошёл Ладно, хорошо, блядь Дай мне ключ отверхнет цистерны Лучше я оставлю его при себе Да ты заебал По какой причине? Мы это уже спрашивали Так Мне кажется, что ты что-то скрываешь Давай вот этот вариант последний Да, наш запас воды от тебя Я не вчера родился От травления источников воды города Старейший трюк в искусстве войны Буквально Примерно 300 лет назад НА Тактик написал руководству Для командиров При осаде Он рекомендовал отравление Или засорение цистерн И я начинаю думать Что мы искали Не там А наш преступник Ты Быть может Я зря тебе так доверял Так, ты можешь мне довериться Обещаю Я буду держаться подальше от цистерн Ладно, я не буду этим заниматься Я попаду в цистерну С твоей помощью ребят Давай первый вариант Рад это слышать Итак, тебе Нужно что-то ещё Па-па-па-па Освободи долю Затрахал ты меня Да-да-да Так, ясно Короче, блядь Сейчас же займусь Нам тогда, видишь, он не особо помог Ну и что, тогда вариант у нас какие Поприздавали Письмо Синтило, Синтило, Синтило Нет, это мне нахуй не нужно Мы сейчас пиздуем тогда к этому Который нас встречает Финдитель Обычный, да? И с ним Просим его, чтобы он стал этим Как его называют-то, блядь Магистром Магистратом Купами кем И после этого, я так думаю Дули согласится нам помочь Понимаешь? А, ой, кидите Мы давайте не разговариваем Что-нибудь тоненькое есть? О, кидите я, блядь Как продвигаются выборы Как эти Давай про выборы Выборы Выборы, да-да-да Выборы Хочу выдвинуть галерию Во, точно Убедить галерию выдвинуться Во, блядь, сработало Какая хорошая идея Он достойный человек Согласна, что из него Получится отличный магистрат Так, кто может голосовать Чем ты занимаешься на выборах Мы можем провести выборы Сейчас Поговорим Давай сейчас выборы пройдем Я говорила, что собираюсь Ну да, понятно Не важно Ну все, блядь Тогда поговорим что-нибудь еще Короче, блядь Галерию мы тоже выдвинули У нас все хорошо Видишь, как продвигается С галерией все заебок Короче Я сейчас Что, спиздил 2000 динария по этого И мы сейчас вот С галерией сейчас будем пиздеть Чтобы он Выдвигался Так Руфи угрожает Вергилию Но если ты дашь ему Немного коры ивы Он сможет увеличить Терематизм Успокоиться Это можно сделать Мне нужно, чтобы ты Не дал Фабии войти в храм А вот тому, кто придет После нее Скажи, что в храме Он найдет То, что давно еще Так, Юлия умирает В Лукреции И не сможет помочь И без сока Сильфии Короче, да, этот вариант Выберем Так, мне нужно, чтобы ты Дал Фабии войти в храм А вот тому, кто придет После нее Скажи, что в храме Он найдет то, что давно еще Давай это тоже Попросим сделать Я не знаю, зачем На этом все Блядь Нет, не все Так, скажи Малиолу следующее Благодаря Клавдии Ты знаешь, что Его настоящее имя Квинксей И Нерон Передает ему привет А затем сообщи ему Что он снялся с выборов И освободил Своих долговых поручителей Вот Что? Ты серьезно Верно? Я смеюсь, что Домицей даст Мне с ним поговорить Но я прослежу Чтобы он передал ему Твои слова Так, на этом все Терпиги Да подожди ты, блядь Стой Пиздец Иначе, что надо Мне надо было Чтобы 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 Что Выясни, что случилось Сентябрь Так Ппп Чтобы он Выдвинулся Похуй он не выдвигается Праведник Понять, как добиться Избрания галерия Магистратом Нужно популяризировать Его среди избирателей А, блядь, она со всеми Попиздеть Так получается Короче, что сделать Я сейчас вернулся обратно К Лукреции Которые там Юлию выхаживают И спросил ее Давай поговорим про Юлию И она говорит Типа, давай поговорим И вот я сейчас У нее буду спрашивать Она что-нибудь говорила Про побег Откуда ты знаешь Да, она пару раз Бормотала что-то Про единственный способ Выбраться Но боюсь Больше она ничего не говорила Типа, окей Ну, как думаешь Ну и все Пиздец Окей, пойдем Там кто-то вошел, да К ней Ульпи О, блядь Ульпи пришел Ты что, никуда себе Откуда, блядь Почему, как, блядь Вы есть, блядь Мы свободны Молиола только Что нас освободил Чего? Как? Галерия как-то это устроила А, блядь Серьезно Это невероятно Какое облегчение Я даже не знаю, что сказать Это мы типа сделали А, блядь, пиздец У нас завершенные задачи, да Есть какие П-п-п Что-то с Ульпием, да Наверное, было Там было что-то с Ульпием Но сейчас его я так вижу Нет, да Ну да С Ульпием завершила задача Заебись Вот он, Ульпи стоит Серьезно Это невероятно Какое облегчение Я даже не знаю Не нужно ничего говорить Просто отдохни Восстанови силы И когда будешь готова Мы хорошенько отпразднуем Так и сделаю Спасибо, Ульпи Так и сделаю Я, короче, знаешь, что я думаю? Что они, долбоебы Стоят пяти метров Друг от друга десяти Хотя они как бы Вместе вроде Что я Когда обновился Я пошел к этому Георг Не к Георгии Или кто там, блядь Да присмотрит за тобой Аполлон Я пошел к тому чуваку Вот к этому, блядь Галерию, да Вот, блядь Он побежал Сказал ему, что давай-ка Ты пиздуй к этому Говорим Леолу Что я знаю, что он Эквинксый Он к ним побежал И, типа, тем самым Освободил Ульпиа Ульпи прибежал к нам Давай с Ульпием поговорим Вот как это работает Шалом Друг Так, мы можем поговорить О Синтилле Мы Синтилле любили друг друга А затем 22 дня назад Она пропала Нихуя себе И потом ты сразу взял И на Юлю переключился Так получается Охуеть, да Молодец какой Почему бы тебе не начать С самого начала Хорошо Однажды ночью Несколько месяцев назад Убираясь на вилле Малеола Я услышал женское пение Это было самое прекрасное Что я когда-либо слышал Выходить мне было нельзя Поэтому, когда все уснули Я вскарабкался на крышу виллы Просто, чтобы посмотреть Откуда доносится звук А именно тогда Я увидел ее Стоящую в саду виллы магистрата Я просто сидел на крыше И слушал ее Упершись подбородком в колени Впервые за долгое время Я ощутил надежду А затем она взглянула вверх Увидела меня И улыбнулась В тот момент я понял Что парки привели Меня к ней Парки? Что такое парки? А с мгновения Когда она спросила Мое имя С типотой И любопытством Я понял Что пойду ради нее На все Вот так Неделями напролет Я каждую ночь Выбирался Из виллы В сад ее отца Мы держались за руки И говорили обо всем Что мы сделаем Когда выберемся отсюда За руки За руки За руки Так Ну однажды утром я проснулся А все бросились ее искать Говорили что она пропала ночью И все что я мог сделать Это быть тише воды И пытаться скрыть Насколько мне не по себе Понятно Возможно она смогла Как-то выбраться Я знаю только то Что она меня любила И если бы ей было известно Как отсюда выбраться Она бы мне сказала Она бы никогда Не покончила с собой И никогда бы не удала И никому бы не удалось Убить ее Не нарушив золотое правило Я не могу этого доказать Но я просто каким-то образом Знаю что она жива Даже сейчас Я словно слышу ее голос В своей голове Взывающий ко мне И это может Значит лишь одно Кто-то хочет Кто-то похитил ее Я не знаю Как и кто мог поступить Так по отношению К такой милой Очаровательной девушке Но что еще могло случиться Так Есть предположение Кто мог ее похитить Предположение В этом как-то замешан Малиол Он несомненно Один из самых злых людей Которых я когда-либо знал Понятия не имею Где он может ее держать Но наверху виллы Есть комната Которая всегда заперта Я никогда не видел ее изнутри И мне было И мне бы не удалось Украсть ключ Не нарушив золотое Не обязательно Расспросить Ульпия Об исчезновидении Синтилы Но у меня ощущение Что если тебе Удастся туда попасть Это сможет Пролить свет на многое Так Мне уже довелось Там побывать И там нет ни следа Синтилы Это комната вкладки Действительно Я был уверен Что он Там что-то прячет В таком случае У меня больше нет вариантов У меня ощущение Будто я искал везде По крайней мере Везде Куда я смог попасть Но остаются два места В которых мне попасть Так и не удалось Первое Дворец Если Неви удалось В него забраться То и Синтила могла Я полагаю Единственное оставшееся место Где она может быть Это в системе цистерн Помню Ходили слухи Что Дули шнырял рядом С верхней цистерной Перед тем Как его бросили за решетку Так что полагаю Об этом Можешь спросить его Пиздец Дам Столько заданий Сделали за раз Поискать следы Синтила В цистернах Сейчас же этим займусь Окей Ладно друг Спасибо за беседу Фудо чат Чат это называется Мы с ней все еще поговорили Так у него Шалом Есть ли мысли Где еще может быть Синтила У меня ощущение Будто я искал везде По крайней мере Везде Куда я смог попасть Ну Так мы только что Это обсуждали Почему ты не пропал Я смотрю что тут Можно сделать Ну да Так мне жаль что говорить Мне жаль это говорить Но в цистерне Мне попался Амулет Синтила На скелете На скелете Хочешь сказать что она Нет я не верю Возможно ты прав Я подозреваю что Кто-то намеренно Пытается сбить нас С ее следа Это совсем не удивительно В этом месте Есть по настоящему Злые люди У меня больше Нет зацепок Но прошу не прекращай поиски Хорошо я поищу еще Расскажи себе Так Ребенком переехал С семьей в Рим Изменил имя на римские латы И провел большую часть жизни В еврейском районе Транстиберия Отделенного от остального города Именно там я и был Когда вспыхнул пожар Все побежали к реке Ну а я любителя Любителя сделать наоборот Побежал в другую сторону На всех дорогах Ведущих из Рима Царил хаос Исполненный людьми Везущими все свои пожитки В телегах И бандитами Через несколько часов В пути вниз по Апиевой дороге Я увидел Как три головореза Напали на очередную еврейскую семью Я схватил ветку с обочины И бросился спасать эту семью Я могу лишь предположить Что меня одолели Ведь следующее Что я помню Это как Это так как очнулся В лесу у реки Неподалеку отсюда Не зная О том Как я там оказался Но странное дело Кошелек был при мне Зачем грабителям Вырубать меня И бросать в реку Не забирая деньги Так рисковать собой Ради помощи другим Это хорошо А мне то От этого как хорошо Да и той семье Порой я задумываюсь Что в итоге с ними стало Так Ты не знаешь Как отсюда выбраться Нет Но даже если бы я знал Я бы отсюда никуда не пошел У меня есть незаконченные дела Что думаешь о золотом правиле Ну ни у кого из нас Ведь нет лишней пары часов На болтовню О теологии Законе И коллективном наказании Так что я полагаю Тебе нужно кратко И по существу Ха Вспомнилась старенькая притча Моего народа Про старика Галиле Гилеля Блять Гилеля К нему подошел Гой И попросил объяснить ему Всю Тору Пока он стоит на одной ноге На что тут любезно ответил Не делай другому Того Что ненавистна тебе В этом вся Тора Остальное комментарии А теперь иди учись Конечно мне хотелось бы знать Какой бог наблюдает За похищением девушки И ничего с этим не делает Точно не мой Так Хороший вопрос Спасибо Хотел бы я найти ответ Так За кого будешь голосовать За Галери Он спас мою жизнь Мне кажется Он способен сделать Куда больше Если дать ему шанс Ясно Я пойду Ну все наконец-то Блять Пиздобол Короче Знаешь что сделал Я пошел Помнишь мы здесь были Вот пару серий назад Спускались в эти цистерны Подземные Тогда у меня еще не было Этого лука Блять Понимаешь Вот этого Нет не вот этого Фонарик блять Ебучий да Короче я думаю По ним подняться Вот так Все попиздавали Мы сейчас видим Лезем в верхние цистерны Заебись да блять Придумано Опыт Как удобно да На ходу Цепляться Прыжком стрелять Из лука Всях мне Так На сюда Блять Даже не знаю А как нет На повыше Я понес Ну хорошо Блять Че блять Пиздец Классно Забрались Классненько Вообще четко Верхние цистерны Блять Заебись Очень Даль ключ Нужен Нам все ебали Мозги Ключ Вот она Блять Мы нашли Обновлено Выясни как Погасить Верхние цистерны Попали Все попали Это верхняя цистерна Доп Задание Завершено Конце Вода Хорошо Блять Вообще Фонарики Удивим Ее да Светом Таким Охуитель Охуительным Светом Заперто Так Сначала Убедимся Что здесь А ну вот Все Выход туда Все хнычет 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 Да сейчас Подождите Секундочку Я помогу тебе Блять Них Хлюпай Них Нюкай Пленница Сентил Это Поиски Следы Сентил В цистернах Эй Ты еще Кто Это он тебя Послал Я Крис И меня сюда Никто не послал О слава Юнони Ты здесь Помоги мне Сбежать Пока Это чудо Еще не вернулось Что здесь Происходит Меня зовут Сентил Я нашла Выход Через рогатые ворота Но они закрыты Так что я рассказал О них ему Но он не стал Помогать А просто взял И запер меня Он хочет Чтобы мы жили Здесь вечно Или пока Не превратимся В золото Он чудовищ Освободи меня Мы убьем его И заберем ключ Давай Хорошо Кто это С тобой сделал Сентил Мой приемный отец Помогите мне Фури Я кастрирую его И повешу на крест Я так и думал Сентил Пидорас Он себя вел Как пидорас Он даже ключ не давал Но почему Это не нарушает Золотое правило Я не знаю Он сказал Что боги на его стороне Потому что Они тоже Не хотят Чтобы мы избежали Где находится Этот выход У меня за спиной Там туннель Акведука Вода течет Из-за пределов города Так что он должен Вывести нас на волю Единственная проблема В том Что проход закрыт Прочными воротами А ключ есть только у него Так Если я тебя освобожу Что ты сделаешь Я сниму ключ С его шеи Даже если мне придется Перерезать ему глотку Хватит с меня Золотого правила Я просто хочу выбраться Помоги мне И мы избежим вместе Как насчет остальных Нам не хватит времени Только ты и я Что скажешь Так Прости Но если я тебя освобожу Погибнут все остальные Так А что если я всех Передупрежу Они подготовятся И когда золотое правило Будет нарушено Мы сбежим вместе Я освобожу тебя Давай сбежим вместе Так Давай второй вариант У нас нет времени Погоди Ты слышишь Он здесь Быстрее освободи меня Сейчас или никогда Прости Но если я тебя освобожу Погибнут все остальные Давай Я пока не буду Я хочу всех спасти Что Нет Ты не можешь Просто бросить меня У тебя что нет сердца Это слишком опасно Давай я попробую Уговорить Сэнти О нас отпустить У меня есть сердце Но я еще Я умею мыслить рационально И наш побег Не стоит жизни Всех остальных Если подумать То лучше мне тебя отпустить Забудь об остальных Давай выбираться отсюда Так подсказка Это сделает задание Приоритетным Маркеры будут подсказывать Давай Типа Сэнти Уговорю Это бессмысленно Ты никогда Его ни в чем не переубедишь Говорю тебе Он чудовище Пожалуйста Прости Но попробовать стоит Я умею убеждать Когда захочу Если подумать То лучше мне тебя отпустить Второй вариант Ты совершаешь ошибку Так Не обязательно потребовать От Сэнти Объяснений Зачем он похитил Сэнти Блядь Она может умереть Конечно Она может умереть То есть она сбежит Мы все погибнем Мы все к хуям погибнем Но это же неправильно Правильно Это неправильно Правильно Дверь заперта А это будет подвал Помнишь Что мне было не пройти У него был ключ Как раз к верхним этим Заперто Хуй пройдешь Ну короче Пиздавали У нас задание Какое Точка отчета Греческая скрижаль Найти греческую скрижаль Но мы ее нашли Праведник Понять как добиться Избрание галерия И че А новых задания где Хуй поймешь А вот 70 метров Ну и короче Пиздавали Ксентю сходим Ну что Короче Вот мой Сенти Сейчас мы ему Втык вставим Да Он то знает Он то знает Что это он виноват Падлы Я сейчас ему объясню Поговорим Давай быстрее блядь Поворачивай Еблок Наконец-то мы одни Да да Я крис Мы же с тобой обсуждали Да 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 Отъебись Я не могу Останить эту катастрофу Обсуждали Я правда спешу Правило Второй вариант Я спешу Я знаю что ты сделал сентилой Вот Я о чем это ты И ты держишь его Взаперти в цистерне Смеется Знаешь Ты мне его напоминаешь Кого Элаварот Паренька Который прошел Через портал до тебя Что Да ладно А тебе казалось Что только ты Помнишь все что случилось Видишь ли Я помню каждую петлю времени Потому что связан с порталом Как это работает Хотела ли Этого Прозерпина Или это случайно Я никогда не узнаю Но я удивлен Что это даже не пришло тебе в голову А я это думал Что ты поумнее Элла А может быть Ты просто охотнее нарушаешь правила Этот парень был моралистом Ни разу не поступил со своими принципами И из-за этого фатального недостатка Он пережил этот день Многие тысячи раз Прежде чем у нас состоялся этот разговор Я наблюдал Как с каждым прыжком Через портал Он становился Немного старше Немного Ее прятней Немного Затравленней И когда он наконец Осознал бессмысленность Его происходящего Как вскоре осознаешь И ты Это сломало его Он выпил Кувшин вина Завязал вокруг шеи Петлю И покончил с жизнью За мгновение до того Как его пронзила Золотая стрела А когда я очнулся В следующий раз Мы познакомились с тобой Но тебе Тебе удалось Нагнать его Вот так быстро Ведь тебе Сколько раз тебе довелось Пережить этот день А? Впечатляет И все-таки Все твои попытки Были напрасны Потому что отсюда Нельзя сбежать Разве что по пути Которым Которым прошел Эл Пути, которые он написал На табличке Как это там было Ах да А лучше умереть сейчас Ну что Теперь ты знаешь мой секрет И что с того Что ты сделаешь Так Ты знал Что отсюда есть выход Ты даже запер Собственную дочь Чтобы она не выдала Этот секрет Зачем? Зачем? Разве это не очевидно? Потому что Мне здесь понравилось Мой титул Моя прекрасная вилла Мои лучи Лучи солнца на лице Песни птиц И пока этот день повторяется Я могу наслаждаться им Снова и снова На протяжении вечности Как ты не понимаешь Я нашел способ Продлить свою жизнь До конца времен Обмануть смерть По сути говоря Я стал бессмертным Как боги Можешь ли ты сказать Не кривя душой Что тебе бы этого не хотелось Отдай ключ от выхода Из какой это стати Это было правильным поступком Если ты не отдашь его Тебя могут свернуть Так что мешает мне Просто забрать его силы Так Давай второй вариант Свергнуть Советую подумать еще раз Если Ко мне кто-то Хотя бы Притронется Умрут все Так Это было бы правильным поступком Ты и твои жалкие нормы Морали Никого не волнует Что ты там думаешь И меньше всего Это волнует меня Пойми Для меня Ты всего лишь Полезная Марионетка И так было всегда Но ты больше не приносишь мне пользы Так Что мешает забрать его силой У тебя есть только один способ забрать этот ключ Через мой труп А если я умру То не смогу Открыть для тебя портал А значит ты создашь парадокс Видишь ли Ты находишься в этом времени Из-за моих действий Так что убив меня Ты больше никогда не сможешь сюда вернуться А значит Если я умру Ты вернешься обратно В свое время С кровью всех этих людей на руках И без малейшего шанса Это исправить Ты этого хочешь Блять Вообще-то да Я этого и хочу Там же у нас задание было со мной Создать парадокс Вот мы и создаем его Это еще не конец От всей души на это надеюсь Да даже наоборот Я хочу чтобы это продолжалось вечно Пока ты не отправишься к праотцам Как Эл А боги не пошлют к очередной Очередное слепое орудие Которое продолжит продлевать мне жизнь А я найду способ сломать цикл И тебя вместе с ним И что ты собираешься сделать Молиться богам Ха Им нет дела Им нет до тебя Никакого дела Как и мне самому А теперь выметайся из моей виллы Твоя компания мне наскучила Так понять Кто с наибольшей вероятностью Нарушит золотое правило И рассказать об этом Сэнти Ну и что блять У нас получается Создать временной парадокс По словам Сэнтия Если я создам парадокс То снова окажусь своем времени Мне нужно изменить прошлое Таким образом Чтобы само мое присутствие Здесь оказалось невозможным Он привел такой пример Если мне удастся Предотвратить нарушение Золотого правила Ему не будет нужды Создавать портал А значит я не смогу Попасть в прошлый парадокс Так Гераклов Трубцараси 4-3 стрижали Ой блять Найти стрижаль Праведник Понять как добиться Избрания галерия Короче блять У нас варианты какие сейчас Я хочу последнюю стрижаль найти Понимаешь Просто интересно что будет А для этого Мне нужно как-то с герой С галерием Галерием поговорить Ну давайте сделаем уже все еще раз Пока что подписывайся на канал Еще колокольчик Ставь лайки Пиши комментарии Подписывайся на паблике Ссылочки в описании под видео Все друзья мои Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok